Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Налим – это самый необычный представитель нашей ихтиофауны. От других видов рыб он отличается не только внешностью, но и образом жизни. В хорошую погоду практически все подводные обитатели активны, а он никак себя не проявляет. Зато в ненасти, когда не то что на рыбалку, на улицу выходить не хочется, пятнистый красавец просыпается, выходит из своего укрытия и начинает усиленно кормиться. Зимой то же самое, если светит солнце, нет ветра и на градуснике плюс, то поймать налима крайне трудно. А вот в юго мороз и до черноты темное небо – то, что надо для ловли налима зимой. Налим нерестится в январе примерно во второй половине. Нерест его происходит группами по две рыбины – самец и самка – и на достаточно глубоководных местах. В северных областях и в Сибири нерест его переносится на начало февраля. Питается он в глухозиме мелкой рыбой, водными насекомыми и червями. Рыба и малек составляют основу его рациона, так как насекомых в воде не так и много. Налим не прекращает питаться ни в нерест, ни после него. Всем опытным рыбакам известно, что налим особенно зимой обожает обедать ершом, так что если будете ловить на жерлицу, то добудьте ерша и ловите на него. Налима не следует искать на слишком больших глубинах, за исключением некоторых водоемов. Лучшие места для его ловли – песчаная или галечная коса посреди больших глубин, где он предпочитает держаться так же, как и ерш. Популярна ловля налима в глухозиме на стукалку. По своим внешним характеристикам она напоминает балансир, поскольку с обеих ее сторон тоже торчат крючки. Приманка должна быть тяжелой, иначе при ударе о дно она не будет достаточно шуметь. Техника ловли на стукалку следующая. На каждый крючок насаживается кусочек свежей рыбы. Приманка опускается на дно. Резким взмахом удильника подбрасывается вверх и снова падает на дно. Неизвестно, что именно провоцирует налима на поклевку – аппетитное мясо, природное любопытство или раздражающие звуки. Но он клюет, причем очень даже активно. Налим – это не окунь, за которым приходится бегать по всему водоему. Идя на такую рыбалку, рыболов должен точно знать места его дислокации или уметь быстро их определять. Это главное. Все остальное – дело техники. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok